МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Я думаю, что настало такое время, когда пора сделать вывод, что в буржуазном обществе, рабочему классу жизни нет. Если кто-то это не понимал до последнего времени, до последних событий, связанных с пенсионной реформой, то можно даже поблагодарить и премьера, и президента, и Единой России, что они популярным, понятным языком сказали, что при буржуазном устрое вы можете рассчитывать только на ухудшение своего положения и позаботиться об улучшении своего положения вы можете только сами. Нам даже рассказывали, что якобы принятые в первом чтении реформа, простите, пенсионная, что это лишь одна концепция, хотя это чистый обман, потому что я имел дело с законотворчеством и знаю, что в законодательной деятельности Думы сначала идет из имеющихся проектов выбор одного, это первое чтение, потом, раз за него проголосовали, уже другого не может быть никакого варианта, может быть только поправки к этому варианту могут быть. И вот эти поправки, скажем, может сделать президент, он и сделал, то есть он улучшил худшее, и вот когда он это улучшил, получилось, что у каждого рабочего, у каждого трудящегося отняли пять пенсионных лет, это и у женщин отняли пять пенсионных лет, и у мужчин. Если считать, что, скажем, переводить это только в деньги, которые не получены, то если семь с половиной была пенсия в среднем в России, то это где-то по 350 тысяч у них отняли за все это время. Ну, а надо же принять во внимание еще и то, что в продолжительное время, еще дополнительные пять лет, люди будут работать в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, что у нас 40% вредности. И если сейчас у нас 10% женщин и 20% мужчин не доживают до пенсии, то ясное дело, что в итоге вот этого реформирования, в итоге насильственного изменения этой ситуации, поскольку закон это принуждение, закон это такая мера, которая защищается силой государства, никакой дискуссии тут нету, никто с рабочим классом не дискутирует, никаких переговоров правительство с союзами не вело, хотя бы для прикрытия, просто силой ухудшают положение, нужно какие-то деньги достать для каких-то проблем, чтобы не позориться, что не хватает на пенсионеров, и выбор здесь один, либо надо эти деньги взять у самых богатых, либо у самых бедных. Решили, что лучше взять у слабых, потому что им труднее всего сопротивляться. Значит, на сегодняшний день можно считать, что этот раунд рабочим классом России проигран. Почему проигран? Потому что рабочий класс России не организован, он не имеет пока еще своей партии достаточно сильной, она находится еще только в процессе становления. Он до сих пор не создал такие советы, которые были независимы бы от разных партий, а все эти разговоры о том, что бывают вообще независимые, не бывает. Бывает, надо сделать такие профсоюзы, которые бы зависели от работников, от рабочих. Вот таких профсоюзов очень мало, и их надо создавать. То есть там, где есть профсоюзные организации, нужно переизбирать там руководство, чтобы это руководство становилось не на сторону буржуазии, а на сторону рабочих. И там, где нет профсоюзных организаций, надо их создавать. Собрались три человека и учредили свою профсоюзную организацию. Для того, чтобы координировать деятельность этих профсоюзных организаций, которые будут стоять на стороне рабочего класса, и составлять такое неформальное объединение профсоюзов, стоящих на стороне рабочего класса, учрежден инициативный комитет профсоюзов фонда рабочей академии и фабрично-заводских комитетов рабочих. Во главе его стал товарищ Бобинов Григорий Вячеславович. Его электронная почта называет два варианта. Бобинов, латинские, Бобинов-гв, собака-рпв-рп-дубль-в, черточка, мос.ру. Вторая электронная почта Бобинов-24-87-4, собака-мейл.ру. Телефон его плюс семь девятьсот шестьдесят два семьсот пятьдесят три девяносто шесть. Если нам передовой части рабочего класса России удастся создать профсоюзные организации как органы постоянной борьбы за интересы работников, если удастся их соединить воедино. У нас для этого есть российский комитет рабочих. У нас есть возможность профсоюзной организации регистрировать в Федерации профсоюзов России, которые однозначно и твердо стоят на защите интересов трудящихся. Но для этого надо, чтобы это не были организации в три-пять человек, а вот тогда они вырастут хотя бы до пятидесяти, шестидесяти, ста и более человек, тогда мы можем это делать. И вот такая задача возложена и на товарища Бобинова. То есть надо понять, что дело не просто в том, чтобы выступить против реформы. Это и так ясно, что все против. Всем известно и проведены опросы, и все знают, что более 85% бургазии решают свои задачи. Рабочий класс должен решать свои в тех условиях, которые есть. Этот закон будет принят, этот закон уже, говорится, сверстан и предрешено то, что он будет утвержден в том числе и подписан президентом. Значит, что требуется от рабочего класса? защищать свои интересы, свою жизнь, свою судьбу. Выход один перейти к шестичасовому рабочему дню. Этот переход в соответствии с законом или в рамках закона может быть осуществлен следующим образом. Нужно расширять и организовывать забастовочную борьбу, строго руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации. В этой забастовочной борьбе требование выставлять перевооружение производства, оснащение его современной техникой, повышение производительности труда раз, повышение реального содержания заработной платы два, что, собственно, требует сам Трудовой кодекс ст. 130 и 134 и сокращение рабочего дня до 6 часов. Первые два пункта, чтобы реализовать, нужна еще довольно длительная борьба. Что касается последнего пункта, перехода к 6 часовому рабочему дню, это самый реальный и самый простой в решении пункт. Как только вы пройдете всю процедуру забастовки и примирительную комиссию, и пройдете вы этот этап, который называется приглашение посредника, хотя никакого посредника не будет, но протоколировать надо будет, что вы переговаривались. И этап, который называется продовой арбитраж, тоже, что вы переговаривались за протоколирование, Никто не хочет выполнять решение этого арбитража, поэтому вы его не проводите. Вы выходите на забастовку, принимаете решение на конференции, там где вы избираете забастовочный комитет и устанавливаете, как будет проходить забастовка, что конференция будет проходить. Простите, забастовка будет производить как бессрочная, и она будет проходить не как полное прекращение работы, а как частичное прекращение работы, за вычетом двух часов. Никого не должен спрашивать забастовочный комитет, какое ему устанавливать время работы. Это определяется именно забастовочным комитетом. Или изначально конференцией, но с правом забастовочного комитета, уведомив за три дня, изменить форму забастовки. Может он увеличить, может он уменьшить. И забастовочный комитет должен обеспечивать порядок во время забастовки и сохранность имущества работодателей и работников. А для этого надо создавать соответствующие дружины из работников, которые будут как раз в свободное время, которое получилось за вычетом вот этих двух часов из рабочего дня, проводить необходимые мероприятия, в том числе и тренироваться, и готовиться, и проверять то, что нужно. Вот задача, которая созидательная стоит. Если будет таких забастовок много и ширится будет забастовочный комитет, нужно будет скоординировать деятельность забастовочных комитетов между собой. Для этого нужно, чтобы представители этих забастовочных комитетов собирались. Вот такой орган, который формируется как по предстоительству забастовочных комитетов, называется Советом. Как только таких Советов будет достаточно много в России, когда они наберут достаточную силу, тогда можно будет также решить легко и просто вопрос о том, чтобы мы этого прекратили. Мы обратили буржуазную власть, которая является антинародной, антирабочей, и установили советскую власть, которая будет действовать в интересах громадного большинства трудящихся и выражать коренные интересы всех людей труда. А при цитализме, как известно, кто не работает, тот не ест. Продолжение следует...